Всем привет! Привет! Очень рада вас снова видеть на своем канале моих постоянных подписчиков. Вообще-то я вам очень благодарна, если честно. Не потому, что вы, скорее всего, только остаетесь на моем канале, а иногда, знаете, когда посмотришь на вещи со стороны, то как-то меняется твое восприятие. И вот буквально недавно я посмотрела на своих подписчиков, на ваши комментарии, и я поняла, насколько вы такие, знаете, уникальные, прекрасные люди, которые действительно стремятся к познанию себя. То есть у вас нету вот этих ожиданий в комментариях, как я читаю, по крайней мере, как у многих подписчиков на других каналах, да, где там, не знаю, люди начинают высказывать, может быть, о других людях не очень-то хорошо, либо, знаете, вот в ожидании каких-то подсказок, в ожидании каких-то ответов, да, на вопросы. То есть я понимаю, что уровень именно вашего сознания, он очень близок к моему в контексте того, что вы как-то вот о чем-то задумываетесь, да, что-то, в чем-то стараетесь разобраться, что-то хотите понять. То есть вы не те люди, которые ждут вот, дай мне готовые подсказки, скорее всего, вы, наверное, уже просто привыкли к тому, что на моем канале такого, ну, бывает, такое бывает очень редко, да, то есть я, в принципе, стараюсь сделать анализ, это вот больше, более моя такая сильная сторона, да, сделать анализ в каких-то вещах, а остальное, в принципе, вы можете решить самостоятельно, да. Вот, сразу хочу сказать, что в комментариях, в комментариях говорю, в описании к раскладам я добавила две ссылки. Первая ссылка это на плейлисты, куда вы можете перейти, посмотреть, есть очень много интересной информации. И вторая ссылка это на сообщество, где я по выходным провожу близконсультации, ну, то есть те из вас, кто не может перейти на главную страницу, не понимает, как это все работает, вот, можете нажать на ссылочку, и вас сразу перебросит на раздел сообществ, там прокрутите, посмотрите, какие посты, либо анонсы есть, да, то есть мне кажется, это вот поможет, упростит ваше взаимодействие со мной, тем более сегодня расклад у нас такой, как вы могли бы упростить свою жизнь и сосредоточиться на самом важном. Вообще, тематика моего канала, если вы заметили, она изменилась, это заметил и YouTube, да, прислал мне в аналитике в творческой студии, да, каждого автора, есть аналитика, мне пришло сообщение о том, что ваши просмотры упали, да, сделайте что-то с ними. Вот, на самом деле меня это улыбнуло, потому что, ну, в принципе, я это и так знаю, а с другой стороны, я и так делаю то, чтобы, не чтобы просмотры упали, а чтобы тематика изменилась. И как следствие, люди, которым неинтересно, да, неинтересно работать с собой, познавать себя, узнавать себя, вот, люди, которые не умеют мыслить и не хотят, да, это делать, то, в принципе, эта категория людей ушла. Вот, и остались как раз то, о чем я вам говорила в самом начале, за что я вам благодарна, осталась та категория людей, которые в своих понятиях очень схожи с моими ценностями и с моими взглядами. И мне это очень нравится, да, пускай нас будет не так много, но вот мы остаемся все равно вместе и вместе движемся по этому пути. Потому что я когда-то давно брала консультацию у моего бывшего наставника по Тару, она занималась Анастасией Рочева, Таронумерологией, вот и преподавала. И вот у меня была консультация, и с ней как раз-таки, я помню, мы разбирали мою карту, и там в зоне призвания стоит очень интересный, мощный аркан под названием Башня. Да, 16 аркан. Это говорит о том, что мое призвание – это создавать систему и рушить систему. То есть моя задача как раз-таки разрушать иллюзии в сознании людей и систематично выстраивать новое мышление, новый формат. То есть не давать ему какой-то готовый сценарий, а заставлять как раз-таки пересмотреть свое собственное мышление, свои собственные взгляды, свои убеждения, свои возможные ценности. И всегда разрушения, они такие достаточно дискомфортные и неприятные. Именно поэтому многие в комментариях пишут о том, что вот прослушивалась расклад и расплакалась, да, то есть зацепилась за что-то живое. Вот эта вот разрушительная сила, да, безусловно, она вызывает такую реакцию. Но я этому очень рада, потому что когда ты что-то разрушаешь, у тебя есть уникальная возможность построить то, что ты хочешь. Не то, что когда-то было навязано и кем-то построено, возможно, неосознанно. А появляется у человека такая уникальная возможность выстроить осознанно, свою жизнь так, как я хочу, ну или по крайней мере стремиться, да, к этому, в этом направлении. И это на самом деле мое призвание. И я этому очень рада, потому что я постепенно-постепенно сама начинаю это осознавать. И исходя из этого я делаю, придумываю те или иные темы к раскладам вместе к краске соли, которая мне помогает в этом. Я часто про нее говорю, благодарю ей. Вот, поэтому надеюсь, что для большинства из вас, да, тематика не будет такая сложная. Вот, почему? Потому что, в принципе, уровень вашего сознания, так же, как и мой, да, он растет. И нам нужны более сложные какие-то задачи для понимания, потому что у нас уже есть готовность. То есть, и наверняка та категория людей, которая не привыкла еще, да, ну, то есть, находится на каком-нибудь начальном этапе, да, и такая тематика неинтересна. То есть, этим людям, как правило, интересно то, что интересно всем. То есть, мы как все. А поскольку на моем канале люди, которые не хотят быть похожими на всех, в контексте того, чтобы познать свою уникальность, да, не в плане, чтобы отделиться от других, а в плане того, чтобы вспомнить себя. Вот я в таком контексте говорю. Мне кажется, что темы, которые я прописала уже примерно до середины мая, да, они будут именно в таком ключе. Их задача заставить вас подумать, заставить вас проанализировать себя и, возможно, узнать что-то в себе. Многие, наоборот, даже находят какую-то поддержку в ответах, да, то есть, вот, я даже и пишу даже в комментариях, да, о том, что я о себе думала именно это и получила подтверждение, да, то есть, многие получают подтверждение. И это, на самом деле, здорово, меня это радует. Итак, давайте приступим. Значит, сегодня мы с вами будем смотреть. Первый момент – это как упростить вашу жизнь, и второй – как сосредоточиться на самом важном. Где-нибудь здесь я сделаю подсказки на аналогичный расклад о важности, да, то есть не игнорируйте иногда подсказки, потому что хоть вы эти расклады, возможно, и видели, но все равно вы растете, вы меняетесь и смотрите с новым, скажем так, новым взглядом, да, на прошлые, старые какие-то расклады, старые в контексте времени, но не в контексте ценности информации, потому что информация не может устареть. И это один из ответов, да, почему любые расклады, неважно, в каком году они были записаны, они актуальны, потому что информации нету времени. Вот здесь как раз-таки мы посмотрим еще и про важность, да, то есть как научиться вычленять самое главное, самое важное и отсекать то, что уже не несет какой-то пользы для вас, да, потому что, еще раз повторюсь, вы уже выросли, вы уже стали взрослыми. И исходя из этого, ваши поступки, ваши действия, они должны быть осознанными, должны в контексте того, что это является одной из составляющей зрелости, да, то есть осознанность, она как раз-таки приравнивается к зрелости, зрелости состояния души, не в биологическом понимании. Итак, позиция номер один. Единички, смотрим вас, как вы могли бы, сначала посмотрим, да, упростить свою жизнь. Сначала мы посмотрим, как вы могли бы упростить свою жизнь. Король мечей, десятка жезлов, туз жезлов и рыцари пендакли. Ну, картинка здесь достаточно ясная, говорящая о том, что отсекать все те трудности, сложности, которые у вас присутствуют на данный момент, то есть отменяя те обязательства, которые когда-то, возможно, вы взяли на себя. То есть вы в любой момент можете, вот то, что люди очень редко обращают внимание на то, что если я когда-то дал слово, это не говорит о том, что я до конца своих дней, да, должен это слово держать. Вы можете изменить. У вас есть право менять, да, у вас есть право менять свой выбор. Сегодня я выбрала одно, завтра я выбираю другое. Это не говорит о том, что вы не постоянные, да, в своих взглядах, а это говорит о том, что вы меняетесь, да, вы не можете, допустим, там, условно говоря, верить в то, во что вы верили, когда вам были три года, да, и верить в то, что вы верили, когда вам пятьдесят. Даже если это будет та же ценность, то же направление, все равно вера, она немножечко изменяется, вы как-то по-другому на это смотрите. Поэтому здесь король мечей. Вообще король мечей, если мы говорим с точки зрения стихий, это огненная часть воздуха, да, огонь сам по себе, ну, то есть представьте, огненная часть воздуха, если вы возьмете пламя и подует ветер, да, то это все превратится в пожар, он будет на своем пути все это сжигать, и причем пожар, он имеет такое характерное свойство, что он прыгает, да, что он перепрыгивает, и, ну, то есть в одном направлении потом резко может поменять другое. Вот это как раз таки характеристика короля мечей. То есть человек, который движется в одном направлении, а потом он может поменять свое направление. И здесь вам не нужно бояться, что вот это принесет вам десятку жезлов, то есть какие-то трудности, сложности. То есть вам нужно здесь, понимаете, не то чтобы научиться быть гибким, а принимать то, что вы можете меняться, то, что вы можете менять свою точку зрения, то есть не цепляться иногда. Еще раз скажу, бывает так, что кому-то что-то пообещал, а потом поменял мнение, и стыдно как-то сказать, что, ну, я не приду, например, если договорились со встречи, почему? Ну, потому что как-то, я не знаю, нету настроения. И вот стыдно человеку сказать, почему бы и не сказать, то есть тем самым вы усложняете жизнь. Намного проще было бы позвонить и сказать, я сегодня не приду, почему? Потому что у меня нету настроения. Это не имеет к тебе никакого отношения, это мое состояние. То есть тем самым вы не будете и себя насиловать, и другого человека. То есть намного проще относиться к тому, что ваш выбор может измениться. С одной стороны, с другой стороны, король мечей, он ответственен за стратегию, за построение. То есть человек, который все анализирует, и выстраивает определенную стратегию поведения. И здесь иногда может быть так, что чрезмерные вот эти ваши анализы и размышления, они приводят к десятке жезлов. То есть усложняет как-то ситуацию, и человек здесь, знаете как, ощущение того, что присутствует некая такая масштабность, вы как будто бы видите ситуацию глобально. Это как мы говорим, например, в выражении, глаза боятся, а руки делают. То есть глаза смотрят, это какая-то вот такая большая работа, которую нужно произвести. И она как будто бы человеку достаточно сложно это сделать, потому что он понимает, что нужно сделать 10 шагов. Но он видит это все масштабно. И отсюда сложность. То есть как будто бы, как я с этим справлюсь, и у меня ничего не получится. Вот здесь как раз таки упростить можно эту задачу, путем того, что делать один шаг за раз, потому что здесь выпадает рыцарь Пендакли, который говорит как раз таки об этом. То есть сделайте, не торопитесь. Король мечей это быстрый. Быстрый аркан, как бы ни казалось, потому что все-таки мышление кажется, что оно такое медленное. Нет, здесь вот это вот моменты, да, человек, который интересуется разными вещами, перепрыгивает с одного момента на другой. То есть это очень свойственно, например, близнецам, да, по гороскопу. То есть люди, которые не погружаются вглубь ситуации, но при этом вот они как будто бы по верхам владеют очень многими вещами. Это характеристика тех людей, которые что-то начинают, потом бросают, потом что-то другое интересно. Это не говорит о том, что это плохо, а это показывает как раз таки такой, знаете, широкий интерес этих людей, потому что они чувствуют потенциал, то есть им очень многое откликается. И вот здесь как раз таки говорится о том, что не нужно для того, чтобы бросить вам жизнь, не нужно бояться совершать один шаг. То есть вы наметите себе план, куда вы хотите прийти, да, конечную точку B, и при этом делаете шаг за раз. И в процессе, когда вы сделали шаг, да, как выражение, дорога открывается под ногами идущего, да, то есть сделали шаг, посмотрели, оглядели. Что-то не понравилось, можете откорректировать, можете вернуться назад, да, то есть не обязательно дорога идет только вперед. То есть вектор, он не обязательно, ну, в одном каком-то направлении. Вы можете менять, если вам нравится идти зигзагом, окей, это ваш путь. То есть еще раз скажу, не нужно быть как все, да, вот как стереотип, что если я двигаюсь вперед, то только вот по прямой, да, вперед, вы можете двигаться по своим ощущениям. То есть вы можете останавливаться на своем пути, и это тоже будет своего рода движение, некое продвижение, потому что если вы останавливаетесь, вы набираете сил, берете отдых, да, то, чтобы там переодохнуть, собраться силами, подумать, проанализировать, возможно, изменить как-то свое направление, потому что неважно, как вы идете, важно, куда вы хотите прийти, да, то есть путь, он все равно ваш. И здесь жизнь вы сможете упростить себе только тогда. Здесь есть два антагониста, да, то есть, один антагонист, это король мечей, да, то есть это вот такая движуха именно в вашей голове, да, то есть на уровне ментала, когда есть очень много планов, очень много идей, но, как правило, король мечей, он это не реализует, ему не хватает стихии земли. И здесь вот как будто бы его, ну, как-то заземляет, как раз-таки рыцарь Пендакли, но с другой стороны, рыцарь Пендакли, он очень медленный, то есть король мечей, он быстрый, да, и гигей побежали в своей голове, вы можете все проанализировать, я все знаю, уже все подумала, там все риски просчитали, все такое. Но на материальном плане, на физическом плане, вы идете как король Пендакли, и это вас иногда тоже может немножечко раздражать и как-то усложнять вашу жизнь, потому что вы хотите, подгоняйте, да, вы хотите, чтобы все реализовывалось намного быстрее, но материя, она тяжелая, она идет задержкой, тем более рыцарь Пендакли, это самый медленный аркан второй считается по движению, поэтому вам нужно расслабиться и совершать один шаг за раз по пути к своей цели, да, то есть здесь ключевое по рыцарю Пендакли идет терпение, терпение, спокойствие, это не говорит о том, что вы должны как-то там останавливаться, да, где-то тормозить, нет, можно сделать абсолютно все дела в своем размеренном темпе, при условии того, что вы будете отсекать по Королю Мечей десятку жезлов, то, что вас как-то нагружает, то есть здесь человеку, как раз, вот в контексте нашего расклада, да, нужно научиться вычленять важное, и отрезать все то, что ему будет мешать, для этого вам как раз-таки по ту же жезлов дается вот этот вот огонь, да, искра, потенциал, как вы это сможете сделать, то есть это вот как будто бы, знаете, некая подсказка в контексте отклика, то есть если есть внутри вас отклик на это, да, то есть если загорается какое-то пламя и искра внутри вас, вам в этом направлении нужно делать, идти и двигаться, если нету, то лучше это отсекать, то есть отсекать все то, что вас не наполняет, не дает огонька. А что есть для вас важное на данный момент, потому что важность, да, она меняется в зависимости от жизненных этапов. Итак, что для вас сейчас на данный момент является важным, как раз аркан шута, новое какое-то начинание, расширение, да, то есть расширение вашего сознания, получение, возможно, какого-то нового опыта, либо вообще желание как-то двигаться дальше, то есть здесь по шуту это некая такая энергия, которая направлена, она имеет некий вектор, да, вектор в контексте, там, я не знаю, познания, в контексте какого-то движения, но еще форму по аркану шуту эта энергия не приобрела, то есть от вас будет зависеть, что вы слепите из этой энергии, да, какую форму ей придадите, то есть вот эта вот форма, она придается как раз-таки, возможно, внешними обстоятельствами, либо вами самими, да, то есть сейчас для вас важна обучаемость, сейчас, то есть возможно вы что-то изучаете, либо какой-то новый этап, да, открытие неких таких дорог, что еще для вас важно, семерка пендаклей и аркан вселенной, для вас важно как будто бы, знаете, выстраивание некого такого фундамента, то есть к чему долгое время вы будете прикладывать какие-то усилия, к чему вас это приведет, то есть здесь какой-то такой этап, когда вы как-то вот на перспективу, ну вы готовы прикладывать усилия, то есть это немыслительный какой-то процесс, когда вы фантазируете о чем-то, здесь конкретно, когда вы, там, не знаю, условно говоря, хотите получить новый какой-то вот доход, да, финансовый, и вы ищете в каком направлении, да, куда я могу вложить деньги для того, чтобы они аккумулировались, и впоследствии я, там, я не знаю, получала какой-то постоянный свой доход, да, но здесь вот аркан вселенной, он как раз-таки говорит о масштабах, то есть с одной стороны, да, это на перспективу, и да, я буду прикладывать силы, а с другой стороны, аркан вселенной это аналог аркана мира, это то, что в конечном итоге, куда вы придете, это должно вас усилить, это должно вас как-то, не знаю, здесь как-то должно вас обогатить на уровне именно души, потому что здесь вот показан целый такой путь, да, от шута до мира, от начала до конца, то есть сейчас для вас вот важно, такое ощущение, что важно понимать, а как дальше я буду жить, вот если мы говорим в глобальных моментах, вы можете это как-то точно для себя переложить и посмотреть, да, то есть это касательно чего, если, например, это взаимоотношения, да, то как, куда мы идем, да, к чему мы придем, как вот, ну, то есть здесь путь такой, а более конкретно могут показать, что для вас сейчас важно, аркан сила, в прямом смысле, да, если мы говорим о людях, которые занимаются самопознанием и развитием и понимают, что значит именно сила, для чего она нужна, да, то есть как эта сила, из которой мы состоим, из этой энергии, да, что с ней можно сделать, то для кого-то, вот именно в контексте развития, да, именно на обретении этой силы, то есть убрать всевозможные зажимы, да, как в физическом теле, так, возможно, и в ментальном, какие-то блоки, то есть здесь такая работа именно с собой, именно работа со страхами, более такая глубинная, для кого-то, возможно, это аркан сила говорит у нас еще и про физическое наше тело, да, то есть для кого-то здесь работа именно с нашим телом, чтобы оно было здоровое, чтобы оно было сильное, да, то есть может быть здесь занятие физическими нагрузками, для кого-то это преодоление, потому что сила, это когда мы к чему-то прикладываем силу, да, то есть здесь очень важно кому-то что-то преодолеть, может быть преодоление в себе, это может быть во внешние какие-то моменты, это может быть касаться каких-то вызовов, да, который вы бросаете себе. Но здесь очень интересный момент, что это вызов не просто так, знаете, я брошу, и получится хорошо, и не получится тоже. А здесь вот именно семерка педаклей, она говорит о том, что у человека есть готовность. И вот именно такая связка арканов говорит о том, что что бы вы не начали сейчас, на что бы вы не решились, это приведет вас к результату по аркану вселенной. Вы будете прикладывать усилия, вы получите то, что вы хотите. Вы получите тот необходимый для вас опыт. То есть вот здесь сейчас для вас это важно. И, видимо, эта важность имеет под собой и готовность, и решительность. То есть вы решительно настроены не просто так, чтобы, ну, я не знаю, я подумаю, и ладно, на другой день поменяю. Нет, а здесь еще присутствует и готовность. И велика вероятность, что вы придете к тому результату, который вы здесь себе наметили. Как сосредоточиться? Как сосредоточиться? Здесь арканы показывают уже о том, что вы сосредоточились. Как сосредоточиться? Шестерка жезлов и король кубков. Как сосредоточиться? Внутреннее. Здесь вам нужно все время держать акцент на состояние. То есть выбрать для себя состояние, в котором вы, знаете, вот конечные точки. Что каждый для себя наметил? Например, если вы наметили получение какого-то обучения, да, и вы готовы прям решительно пойти обучаться, пускай это будет очень долгий процесс, да, но вы готовы чему-то там научиться в конечном итоге. Вам нужно это как по трансерфигу, знаете, увидеть конечную цель, конечный результат, когда вы уже, там, я не знаю, получаете диплом, завершили какое-то обучение. Ну, то есть конечную цель. Вот увидеть себя вот в этом состоянии, здесь не про визуализацию. А вот в этой картинке конечной есть определенное конечное состояние. Возможно, это удовлетворение. Возможно, это триумф. Возможно, это победа. Возможно, это ощущение силы. То есть здесь по шестерке жезлов могут быть разные, такие достаточно позитивные и очень сильные состояния. Например, удовлетворение от того, что я достиг своих желаний, от достижения какой-то своей реализации, от получения своих даже самых больших, амбициозных желаний. То есть здесь может быть по шестерке жезлов что угодно. Ваша задача по королю кубков словить это состояние, да, которое вы хотите. И все время держать внутри себя именно как конечный результат. То есть не мысль о том, кем я там стану, что я там получу, а именно вот это состояние. То есть как можно чаще его в себе проживать, как можно чаще его в себе аккумулировать. И коль мы говорим про облегчение своей жизни, вам нужно все время сравнивать. Вот особенно когда надо принять какие-то решения, либо что-то сделать, либо вы встречаетесь с каким-то там человеком. То есть есть какие-то внешние факторы, в которых вы должны проявиться, то есть вы должны что-то сделать. Вам нужно сравнивать вот то, что вы делаете, насколько они гармоничны вот с этим состоянием конечным, которое вы хотите. Если они не гармоничны, их нужно отсекать, либо сводить к минимуму. Тем самым вы как раз-таки придете вот к каркану Вселенной, то есть вы добьетесь своей цели, потому что в вашем состоянии будет очень много той энергии, которую вы хотите. Видите, вы как будто бы настраиваете свой мозг на то, что вам нужно. Вы как будто бы ему объясняете, вам нужно вот это состояние. Я хочу проживать в этом состоянии. Находите ситуацию, где я буду находиться в этом состоянии. Приводи ко мне тех людей, которые будут со мной взаимодействовать и давать мне вот это состояние. То есть вы как будто бы фокусируетесь все время на той реальности, которую вы хотите создать. Но реальность не в плане картинок внешних каких-то, а в контексте именно состояния. И вам это удастся. У вас это получится. То есть здесь акцент идет на шестерки, все шестерки по древу жизни. Они находятся в сфере Тиферит. Это сфера как раз-таки равновесия, равновесия, гармонии и красоты. Почему красота? Потому что человек достигает первого какого-то своего состояния равновесия и гармонии. Поэтому это вот как раз-таки будет, как это сказать, золотая ваша середина, на что вам нужно будет ориентироваться. Как-то так. На самом деле единички очень здорово. Ну единички всегда люди такие достаточно зрелые. Достаточно зрелые. То есть люди, которые много работают. Я всегда говорю, это старые души, поэтому у них и цели, и задачи немножко иные по сравнению с другими душами. Позиция номер два. Красный камешек, двоечки. Как вы могли бы упростить свою жизнь? Как бы вы могли на данный момент упростить свою жизнь? Двойка пендаклей. Смотрите, с одной стороны, да, то есть что нужно сгармонизировать? Здесь нужно гармонизировать, здесь нужно сбалансировать, здесь вам нужно научиться жонглировать, да, то есть удерживать с одной стороны энергию двойка кубков, когда вот вам хорошо, когда вам комфортно, когда вы, не знаю, дружите, находите людей, единомышленников, да, то есть когда присутствует любовь, наполненность, а с другой стороны пятерка кубков, с другой стороны разочарование, причем смотрите, как интересно, в тройке кубков впереди у него, в пятерке кубков, три кубка разлит, да, за спиной стоят два. Как раз вот эти вот два, которые вам нужно и сгармонизировать. То есть ваша жизнь будет облегчена, когда вы прекратите по пятерке кубков очаровываться, когда вы прекратите придумывать себе какую-то свою идеальную, я не знаю, ситуацию в жизни, то есть свою какую-то реальность. Вам здесь, скорее всего, акцент идет, тут говорится о том, что нужно держать акцент на внутреннем просто состоянии, когда вам хорошо, когда вам приятно. Когда вы чувствуете, что в моей жизни все сбалансировано, то есть все движется так, как надо, но здесь очень важно не уходить вот именно в какую-то утопию, в какую-то идеализацию по двойке кубков. То есть здесь нужно держать, со мной стороны не разочаровываться, то есть не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. А с другой стороны, и не нужно вот прям чрезмерное вот это вот утопическое состояние, что все идеально, все прекрасно, все очень хорошо. То есть пятерка кубков нам говорит о том, что нужно повзрослеть и понять, что в нашей жизни уже не всегда могут быть вот эти вот тройки кубков, когда есть веселье, когда есть праздники, когда кто-то за нас там что-то решит, то есть либо если это касается отношений, то в отношениях бывает и рутина, бывает и бытовая жизнь. Это очень сильно разочаровывает людей. То есть где-то состояние прекрасное, когда дарились цветы, когда были подарки, когда был вот этот вот взлет, и он уравновешивается как раз таки падением, состоянием, когда уже не так ярко, уже нет вот этих вот переживаний. И отсюда у человека возникает вот это вот чувство огорчения, утраты, что уже не будет так, как было когда-то. И здесь акцент не надо делать на то, что мы утрачиваем, а акцент сделать на то, что будет впереди, что я еще могу сделать, либо то по двойке кубков, что я уже наработал, то, что я уже имею. Здесь ваша задача как раз таки по двойке педаклей сбалансировать вот эти две ценности для вас. Они очень важны в вашей жизни. Если вы научитесь балансировать, то велика вероятность, что это упростит вам жизнь. Но если говорить одним словом, прекратите чего-то ожидать, прекратите все приукрашать, очаровываться. Ой, какой прекрасный человек. Потом через какое-то время вы узнаете, что он, оказывается, не такой прекрасный. И вот это вот ощущение сожаления, оно оставляет неприятное послевкусие. Чтобы этого послевкусия не было, не надо очаровываться, не торопитесь, понаблюдайте. Не рисуйте все в ярких красках. Почему? Потому что для баланса и выравнивающих сил и справедливости яркие краски будут гармонизироваться мрачными. Поэтому находите где-то какую-то золотую середину. А идеальнее для вас было бы, знаете как, научиться быть в принятии. То есть, пришло-пришло, хорошо. Если не сейчас, не получилось, ну окей, будет, значит, что-то лучшее. То есть, вот как-то себя настраивать на такую волну, что да, неприятно, ну что поделаешь, это тоже жизнь, да, и пошли дальше. То есть, вот какие-то такие моменты. Что есть важным для вас сейчас, да, королева мечей и аркан мира? Ну здесь для вас сейчас важны вот именно вот эти вот перемены, да, то есть сделать какой-то вывод из прошлых ваших выводов, да, именно отсечь. Королева мечей, она отсекает то, что ей не нужно, да, то есть это тот архетип человека, который много уже увидел в своей жизни, приобрел определенный опыт, и он уже, исходя из своего опыта, может сканировать людей и отсекать то, что он, не то, что ему не нужно, а как-то, знаете, экономить себе время, мне хочется сказать. То есть зачем входить в какие-то отношения, которые могут причинить мне, не знаю, какие-то неудобства, либо неприятные состояния. Я уже этот опыт проходила. Ну то есть зачем повторять то, что уже не принесет пользы для меня. Безусловно, повторение, мать, учение, да, если мы захотим, мы можем сделать, пройти и второй, и третий раз, один и тот же урок, но в жизни открываются вам другие двери по аркану мира, да, и можно время это сэкономить на то, чтобы научиться чему-то другому, чему-то новому, как-то вот расширить свое видение, открыться новым дорогам. поэтому для вас сейчас важно именно новые начинания. Что вы тут отрезаете, отсекаете? вы здесь, наоборот, отсекаете завершение, да, то есть удивительно. Я думала, что вы, наоборот, отсекаете что-то прошлое, а здесь нет, вы отсекаете шестерку, жезла, который идет вперед, отсекаете аркан, суда, рыцарь кубков, то есть завершение какого-то своего опыта. Здесь велика вероятность, что вы снова можете войти в сценарий, который вы уже проживали, да, то есть вы вы отсекаете новизну. А почему? То есть что вы хотите получить? Что вы тут не завершили? Ну, вы не завершили тройку мечей, не завершили свое разбитое сердце. Вы не получили того подтверждения по четверке жезлов, того праздника, который вы хотели. Вот я говорю, вот эта вот пятерка кубков, я ожидала, и я это хочу получить, неважно какой ценой, я это хочу получить, и я это не получила, значит, я попробую еще раз. Здесь вам говорится, что это как раз-таки нужно отсекать. Не получили? Окей, идем в другой опыт. Возможно, другой опыт, который вам придет, он поможет вам вырасти, и тогда вы снова сможете вернуться к предыдущему опыту, но уже по другим углам, по другим зрениям, получить другой опыт. То есть вот здесь как будто бы нужно переключиться. Ну вот мы сейчас посмотрим, да, как вам сосредоточиться на том, чтобы пойти в новое и отрезать прошлое. как сосредоточиться десятка пендаклей. Здесь у вас должен быть выстроен фундамент того, как вы будете по шестерке жезлов взаимодействовать с людьми. Вам нужно выстроить именно то, что было по двойке в пендакле, вот эта вот золотая середина. Вам нужно научиться обмену, то есть понимать, что вы даете, что вы получаете, кому вы даете, какие ценности вы даете, а какие получаете. То есть вот здесь перекос есть. Это изменит, вот этот подход, он изменит ваше мировоззрение по аэрофанту. И он как раз таки даст вам вот эту легкость. То есть вам нужно, о котором мы здесь говорили, да, в самом начале, что вам упростит вашу жизнь. Жизнь ваша станет намного легче, тогда, когда вы измените как-то свою систему ценностей. Да, то есть то, как вы оцениваете взаимодействие с людьми. То есть вы как-то... А как вы смотрите на людей? Ну, вы смотрите по королеве пендакле. То есть ваша задача, не задача, а вы акцент больше делаете на отдачу. Королева пендакле, она заботливая, внимательная, да, она отдающая, та, которая сопереживается, сочувствует. Иногда у нее взгляд направлен на прошлое, на какие-то там, как называется, ностальгию, да, ностальгию. Вот каким-то таким образом вы взаимодействуете с людьми. Может быть, вспоминаете каких-то людях из вашего прошлого, они появляются в вашей жизни, вы заново входите с ними в какой-то контакт, да, начинаете общаться, и все идет по кругу. То есть вот, а как надо? Аркан дьявола. О чем здесь нам говорит дьявол? А вам нужно научиться отстаивать по семерке жезлов, да, свои какие-то взгляды, свою позицию десяткой кубков. То есть то, что вам как будто бы, знаете, надо не то, чтобы экономить, оберегать не людей, а оберегать свою десятку кубков, свои ресурсы, свои энергии. То есть не расплескивать, да, то есть вот дьявол говорит о том, что не получается у вас это как-то, да, то есть вы можете до последнего отдавать людям и в ущерб самому себе. Вот здесь вот это вот нарушено, как раз вот этот вот баланс, задавать и брать, да, слишком много отдаете. Вот здесь нужно бережно к себе относиться, то есть иногда говорить нет, иногда надо закрываться от людей, если вы чувствуете, что вам это некомфортно. То есть семерка жезлов отстаивать, отстаивать себя, отстаивать свое эмоциональное состояние, и по десятке пендаклей это должен быть вашим фундаментом. То есть это должна быть почва под ногами, которую вы сами должны выстроить через то, чтобы переоценить Пуэрофанту, увидеть истину, да, увидеть суть взаимоотношения с людьми. То есть в чем суть, да, в чем истинное отношение должно быть у людей. То есть чтобы была взаимность, чтобы должна взаимность в контексте выигрыша, да, то есть при взаимодействии, чтобы оба выигрывали, да, чтобы не было такого, что один выигрывает за счет другого. Вот здесь об этом нужно подумать. И на этом нужно сосредоточиться. Так, это была вторая позиция. Двоечки, на всякий случай, говорю, не знаю, если вы не слушали, в самом начале, в описании, теперь под каждым роликом я добавила две ссылки. Одна ссылка на плейлисты, а другая ссылка на сообщество, да, то есть вы можете нажать на нее и там читать анонсы по выходным по поводу Блиц-консультации, да, если вдруг не знали, где это сообщество находилось или где можно прочитать про Блиц-консультации. Позиция номер три. Зелененький камешек. Троечки. Как вы могли бы упростить свою жизнь? Как бы вы могли упростить свою жизнь? Десятка мечей. Восьмерка жезлов перевернута и шестерка кубков. Здесь как будто бы, знаете, нужно завершить то, что вот долгое время именно из прошлого не имеет какое-то развитие, либо наоборот вас как-то останавливает, замедляет. Здесь перевернутая восьмерка жезлов говорит о том, что человек не идет самое главное, самое важное. Вот занимается, чем-то другим, кроме того, что поможет ему двигаться дальше, кроме того, что поможет ему как-то развиваться. То есть здесь на противоположность развития, противоположность коммуникации, общению, движению вперед. Шестерка кубков говорит о том, что это то, что идет из прошлого. Десятка мечей говорит о том, что это все должно завершиться. То есть ваша жизнь упростит то, что вы должны именно отрезать, да, здесь какие-то убеждения, которые не дают вам, они эти убеждения из прошлого, которые не дают вам двигаться дальше. Что это за убеждения? То есть как только вы их отрежете, вы сможете жить намного проще. Что это за убеждения могут быть? По поводу вас самих, девятки петакли, по поводу того, как вы можете стать самодостаточным человеком, независимым человеком, который хорошо стоит на своих ногах, имеет определенный опыт. То есть вот что значит целостный человек? Вот здесь убеждения именно на этот счет идут. они связаны как раз таки с изобилием. То есть что такое, кто такой изобильный человек, да, как это можно получить, как можно реализовывать свои желания, как можно, там, не знаю, наслаждаться жизнью, про богатство, внутреннего состояния, как можно уравновесить вот это вот духовное, материальное, то есть как ощутить себя важным, значимым человеком, то есть работа с самооценкой. Вот все, что связано с вашей личностью, да, и ощущением себя как ценной личностью для себя в первую очередь, вот в этом контексте есть ограничивающие убеждения, которые вам мешают. Вот если вы их проработаете, да, вот, то ваша жизнь упростится. Что для вас является важным на данный момент? Паш Мече, вы собираете какую-то информацию как раз таки вот по поводу того, как стать королевой жезлов, да, как стать личностью, вот, знаете, наполненной жизнью, которая радуется, которая улыбается, смеется, это люди, которые действительно двигаются вперед по своему какому-то сценарию, открытые этой жизнью люди, которые имеют определенный круг общения, который им нравится, то есть люди, у которых нету страха, они решительные, умеют очень быстро принимать решения в моменте, да, то есть брать на себя ответственность. Здесь как будто бы планы и, здесь не мечты, здесь планы и намерения, я бы сказала, по поводу того, как стать такой личностью, да, то есть вы как будто бы собираете информацию и думаете очень много на это чего, да, и здесь вот краски король жезлов, выпадает, говоря о будущем, то есть как я в будущем могу стать именно такой личностью, причем имеющей очень красивое телосложение, очень красивое телосложение, хорошо, как вам можно сосредоточиться, да, то есть для вас это является важностью, вы как личность, да, давайте так скажу, является для себя важностью на данный момент, как вы можете сосредоточиться на этом, восьмерка Пентакли говорит о том, что здесь нужно постоянство, да, работа над этим, именно в постоянном ключе, то есть королева жезлов, она, как и любой архетип, содержит в себе определенные качества, ваша задача прописать для себя, для понимания, да, какими качествами вы хотели бы обладать, и каждый день над ними работать, то есть совершать какие-то действия, которые именно эти качества помогут вам наработать, нарабатываем мы через многократные, повторные действия, то есть это как построение своего тела, да, определенные дни у нас есть тренировки, мы совершаем определенные упражнения, и это многократно, многократно на протяжении очень долгого периода в нашей жизни, в конечном итоге мы получаем тело своей милой, мечты, да, то есть недостаточно, там, я не знаю, один раз, или там 3 месяца, 5 месяцев походила, а потом бросаем, нет, это должно стать образом жизни, то есть вот и должны для себя выбрать те качества, которыми вы хотели бы обладать, либо обладаете, но в меньшей степени, либо уже обладаете, да, но как-то не обращаете на это внимания, вот вам говорится о том, что на постоянной основе вы должны эти качества усиливать, то есть как минимум больше на них опираться, больше как-то взаимодействовать именно исходя из этих ваших качеств, восьмерка педакли говорит о мастерстве, но это мастерство, которое приносит вам удовольствие от постоянной работы, от каждодневного труда, то есть это может быть однообразная работа, но при этом она не в напряг, она приносит вам удовольствие, как еще вы можете на этом сосредоточиться, аркану луны, король педакли, выбрав, да, выбрав для себя такой путь жизни, выстраивания, то есть чтобы слепить себя, создать себя, по аркану луны вы должны выбрать такой путь, который вам будет по королю педакли комфортен, который будет вас вот именно обогащать вот то, что вы хотели, то есть здесь недостаточно, все арканы говорят о двух свойствах, с одной стороны те качества, которые я хочу иметь, а с другой стороны я должна от этого, либо должен от этого получать удовольствие, это должно вас наполнять, то есть если у вас не будет резонанса внутреннего на эти качества, вы очень быстро от этого откажетесь, поэтому для себя, когда вы выбираете те качества, которыми вы хотите обладать, здесь нужно изначально как-то подумать, а действительно ли вам это нужно, то есть здесь нужно понять, а что вы хотите, это ваше, либо это навязанное, если это ваше, у вас будет резонанс, у вас будет мотивация, у вас будет желание это делать, если это навязанное, у вас будет дискомфорт, и вы будете только себя насиловать, потому что восьмерка педаклей говорит о долгом периоде, над которым нужно работать, то есть вы можете как-то на какой-то период играть в то что вам это нравится да и это ваше но через какое-то время вы это бросить и поэтому здесь важно именно чтобы это было вам созвучно чтобы это вам было резонансно выбрать да по луне но по луне вам будет очень сложно это сделать потому что есть какие-то обманы да есть какие-то сценарии детские по пашу кубков которые вызывают у вас девятку мечей да какие-то волнения переживания тревога это вот как раз детское детские какие-то ваши воспоминания которые создают вам вот эти вот страхи но не имеющие под собой опоры вам нужно будет постоянно эти страхи перепроверять да хотя бы но если нереально в жизни то хотя бы своей голове представлять а что будет если все таки вот то чего я боюсь случиться на то есть прокручиваясь прокручиваясь в конечном итоге для того чтобы объяснить своему мозгу да что это придумано что это полуне это придуманная какая-то иллюзия этого страха что в этом страхе нет опоры то есть если даже не что-то случалось и было в прошлом это какой-то прошлый опыт не факт что он повторится он повторится только в том случае если вы в это будете верить вы будете в это верить вы будете об этом думать ему бы это будете притягивать если изменить и объяснить своему мозгу я всегда говорю про объяснить потому что когда вы не понимаете да вы действуете на автомате понимание она порождает осознание не факт но она порождает это у вас есть осознание вы становитесь хозяином своей жизни в плане того что вы научаетесь выбирать то что вам нужно вы научаетесь двигаться в том направлении в котором вам нужно то есть это вот действительно работа над собой вы это выбираете но здесь есть очень много страх в том числе это могут быть и страхи переданы вашей мамы либо страхи идущие с детства это даже может быть какие-то программы которые мама передала внутриутробно когда была беременна вами да то есть вот эти страхи поэтому я говорю они не всегда могут быть ваши для вас это является загадкой по верховной жрицы вы должны это с этим работать это является часть вашего пути по созданию себя вот именно королевы жезлов и девятки пятак это то что вы будете проходить вы с этим будете сталкиваться периодически это будет до подсвечиваться это ваш путь по аркану звезды это ваш путь вот то что на чем вы сейчас работаете то есть вы с этим будете разбираться на протяжении всей вашей жизни каждый раз когда вам будет казаться что я уже что-то проработала же чего-то достигла вы все равно будете выходить на новый уровень и вам те же самые уроки будут преподаваться только уже под другим углом и вы будете будет под этого бесконечное ощущение что я вроде бы это проработала по факту оказалось нет проработала по факту оказалось нет это связано с тем что у вас будет всплывать глубина то есть уроки могут быть в одной тематике но глубина разная каждый раз будет всплывать что-то новое каждый раз всплывать какие-то новые страхи это ваш путь вот так это был была третья позиция троечки напомню вам хотя многие я знаю что смотрят все три позиции на всякий случай если вы не в курсе я в описании к этому раскладу и к последующим добавила две ссылки от на на плейлисты где вы можете заходить смотреть то есть помимо раскладов есть другие тема темы до плейлисты например оторопростым языком либо какую-то еще дополнительную информацию я рассказываю то есть можете посмотреть мне кажется очень много плейлистов на разные темы но помимо раскладов да то есть те же самые прямые эфиры которых я даю но много информации которые не всегда можно найти на ютюбе вот почему потому что эта информация она взята из источников которые скажем так я пропускаю через себя и передаю вам вот как-то так загадочно скажу потому что есть вещь которых и не хочу говорить а я прощаюсь с вами до новых раскладов благодарю вас всех что вы остаетесь со мной мне это очень приятно я рада что вы идете вместе вместе и рядом со мной поэтому пути самопознания также как развиваетесь вы я также развиваюсь вместе с вами где-то что-то даете вы мне где-то что-то даю я вам вот и вместе мы идем по пути узнавания себя и меня это очень-очень радует желаю вам всего самого наилучшего напоминаю да что на выходные проходит лиц консультации приходите в этот раз если я не ошибаюсь тема будет потоки до благодарю альфию которая предложила в свое время эту тематику выкладывать и в блице вот этот вопрос попробую посмотрим да что что получится в 10 минутный плит с консультацией рассказать о вашем личном индивидуальном потоки прощаюсь с вами всем отличных выходных пока пока